Всем привет дорогие друзья! Я только что проснулся и добро пожаловать на обзор великолепнейшего варкапа, в скобочках нет, варкап 380, фрайт окра, маппер у нас кстати говоря кто? Маппер фрайт, от него по-моему вообще только парочка карт, вот я смотрю 6 карт от него было, я помню только две хорошо, это вот окра и пикл, в принципе они достаточно динамичные, хорошие, красивые в общем-то давайте на нее посмотрим, первое что бросается нам в глаза сразу, это то что здесь очень широкий старт, то есть если мы пройдем, давайте даже вот так включим, старт находится вот здесь, его никак не облететь, слава богу, но это значит, что здесь у нас, если вы хотите поставить рекорд, первым делом надо решить головоломку со стартом и надо найти спейсинг под при джамп и чтобы в дальнейшем у нас были прыжки, которые нам нужны, собственно. Какие прыжки нам нужны? Пока не знаю, мы к этому, я думаю, вернемся в демках непосредственно, в общем-то давайте посмотрим карту, здесь у нас все триггеры, 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 я не понимаю зачем нам столько триггеров, что вот это за триггер такой, это здесь нам рокет дают, давайте их выключим, в общем-то дают рокет, можно куда-то вот туда прыгнуть, и по я сделал, ага, это нас телепортирует сюда, серьезно, ну это медленно, но скорее всего это сделано для тех, даже специально штучку поставил маппер, сделано видимо для тех, кто не может сам сделать рокет-джамп, перепрыгнуть, далее у нас идут, а нет, подождите, не далее, подождите, здесь мы прыгаем, прыгаем, претендуем на то, что делаем рокет-джамп, у нас, нам дают 10 плазмы, почти на старте этой комнаты, далее мы перелетаем эту тему, например, и здесь нам дают еще две ракеты, далее у нас идут очень интересные джампады, которые на самом деле находятся гораздо дальше, чем сама рампа, и здесь тоже, там по-моему еще выше даже, да, так что это не очень удобно, к этому надо привыкать, но это такое, это не минус, это скорее замечание, в общем-то стреляем ракетой здесь, стреляем ракетой потом сразу оттуда, дают нам еще ракет, и далее у нас начинается такой весьма обычный рокет-ран, здесь у нас обычная рампа, но если мы встаем чуть-чуть сбоку, то здесь тоже, собственно, джампад, и проблема этого джампада в том, что иногда в ЦПМ, например, когда ты с большой скоростью идешь, и тебе надо как бы пошире траекторию, и ты делаешь такой здесь вот так вот даблджамп, ты зацепляешь этот джампад, и все, у тебя скорости нету, считай, это не очень приятно, далее мы собираемся наверх, отстреливаемся, собственно, от рамп, падаем вниз, ну и здесь у нас просто две ракеты, или три, у кого как, и финиш, в общем-то ничего сложного на карте нету, давайте ее тихонечко, наверное, пройдем, таким вот образом, тихонечко отстреливаемся, не спешим, здесь можно сделать бус, и, собственно, мы залетели, вот такая вот карта, ну тут, не знаю, тут ничего нету, то есть тут основной вопрос именно в том, как делать старт, почему? Потому что, вот если, как вы могли заметить, я делаю здесь даблджамп, так, у меня все записывается, все видно, да, отлично, хорошо, я тут делаю даблджамп, и я попадаю, типа, примерно вот куда-то вот сюда, да, между, и следующий прыжок я не могу сделать, например, и отстреливается ракета, я, получается, буду отсюда, или если я делаю приджамп, и у меня больше скорости, то я буду делать ракет отсюда, от этой стены, но прикол в том, что если делать хороший приджамп, можно просто стрейфом вот до сюда долететь, здесь это уже гораздо интереснее, потому что здесь мы четко попадаем на последнюю, и можем отстрелиться ракетой выше, то есть дать себе больше скорости, а скорость вот здесь, на вот этом промежутке скорость, она очень важна, и даже если мы просто сверху здесь прыгаем, а не делаем даблджамп, у нас все равно спейсинг получается не очень, поэтому нам надо, в идеале нам надо найти приджамп, чтобы отсюда долетать сюда, и отсюда стреляться, собственно, хорошей ракетой. Кто-то, наверное, подумает, что, например, Маскаль скажет, что ты раньше должен отстрелиться ракетой, чем раньше ты отстрелишься, тем лучше, потому что ты раньше получишь скорости. Да, но в этом случае это правило не работает, потому что у нас впереди длинная прямая, еще у нас плазма, с которой тоже надо выжать максимум, и чем больше у нас, как бы, в идеале мы в Perfect World, так сказать, да, если мы отстреливаемся раньше и с плазмы получаем, давайте скажем, 1600, а в... в другом случае, если мы отстрелимся позже, но получаем с плазмой, например, 1750, примерно вот в этом месте, где-то вот тут, мы себя уже обгоним, и получится, что на джампад мы попадаем чуть-чуть раньше. Вот так это должно работать. Я, возможно, конечно, ошибаюсь, но кто не ошибается, тот, собственно, не работает. Ладно, давайте... ой. Поехали, начнем с СПМ... оу... Начнем с СПМ... синтекс 22.6. Много дэмочек прислали. А, второй отстрел не получился, в целом было все неплохо до этого. Тут, естественно, в Q3 нет выбора им надо на джампад. Ну и две ракетки хорошие, отлично, отлично, не знаю. Ну, единственное, что вот второй отстрел можно было бы, наверное, перепройти, потому что второй отстрел, он, в принципе, важный, там же прямая, длинная. Так, первый, второй, ну, почти, немножко дал скорости, что, в принципе, неплохо. Здесь не использовалась стена, что, в принципе, зря, потому что стена это очень хороший источник скорости. Ну, все неплохо. Пока побарочек каких-то жестких нету, просто смотрим. Рейвен. И все еще никто, кстати, на старте от стены, да, не отстрелился. В Q3 это, понятно, делать тяжелее. Ой, ой-ой-ой, еще. Ой-ой-ой, просто, просто что-то пошло не так у Рейвена. Интересно, интересно. Первую ракету не выстрелил, потом там вообще фиг знает, что происходило. Очень интересно. Так, из Ту, 21,8. Первая ракета такая себе, плазма тоже такая себе, потому что надо, нам надо все на скорость, скорость, скорость. Но ничего страшного. Ракета после рампы была кривенькая, дала всего 200 упсов, могло быть побольше. Котяра, что это, Кашков? Велика Шеков? Так, опять же, ракета чисто на высоту, плазма более-менее нормальная, отстрелся на и после джемпада. Здесь сразу интересно, взгляд, да, сразу на джемпад. Ну, неплохие, неплохие ракеты, очень-очень хорошее, чистенькое прохождение. Радио Каала, 24. Неплохой отстрел. Плазму можно было пониже, чтобы скорости было побольше. Отстрелы хорошие. Очень хорошо упал на рампу. Отлично, отлично. Казалось бы, быстро, уже быстро, куда быстрее, да? Так, existence, это Tommy, да, по-моему, или кто? В НВЦ, да. Второй отстрел не очень получился. Здесь пропустил тайминг. Скорее. Ну, не то, что пропустил тайминг, а поторопился. Из-за чего получил, как бы, определенный минус. Но, в целом, не очень, даже неплохо. Так, хэппи, Сибирь. Хэппи, Гришка, Твич. Так, хэппи, ты если стримишь ты фраг, ты мне напиши, ладно? Если я не забуду в конце обзора, зайдем к тебе. Ой-ой-ой, последняя ракета, конечно. Конечно, вышла не очень, и по-хорошему бы там. Там есть место, типа, если есть время еще отстрелиться ракетой перед финишем, нужно отстреливаться. Тем более, если есть стены. Это, как бы, не то, чтобы там сильно влияет. Это дает, может быть, там пару фреймов условно. Но это нужно делать. Это очень хорошая привычка. Пытаться замаксить свое прохождение. Так, 20-0, Антон. Эффект, здравствуйте. Не знаю, вас по-батюшке, прошу прощения. Я бы с удовольствием обращался к вам по отчеству. Второй рокет не залетел. Хорошая подсебяшка, 1800, еще подсебяшка. Воу-воу-воу. Вторая ракета на подъем не очень хорошо вышла, но это ничего. Ой, здесь, да, конечно, здесь надо было, типа, спейсинг-рокетов немножко поменять. Тогда мне кажется, я не знаю, сколько, полсеки там, да, ты влепился. Наверное, что-нибудь около, типа, полусеки, мне кажется. Так, начать с 19.9. Обстрел стены. Хороший отстрел после джампада. Первая ракета после джампада вообще не зашла. Здесь 2Х. Я не уверен по поводу этого 2Х. Если ты можешь... Если ты ловишь этот 2Х и можешь при этом не подлетать слишком высоко, чтобы не ломать себе спейсинг и кулдаун с ракетами, тогда ок. Но в этом случае, мне кажется, это просто какое-то самовнушение плацебо. Типа, что 2Х должно быть быстрее. Так, прокс, 19.8. Что такое? Нос прям забит с утра, не могу. Волны, вы же меня потерпите, немножко-то. Так, неплохие ракеты. Неплохая скорость. Хотя могла быть и получше. Здесь слишком высоко подлетел, падал, тоже минус. Ну и здесь вот тоже, типа, вот... Я понимаю, что многие действуют как бы, чтобы наверняка, но в случае прокса он подлетел, например, после рампы слишком высоко и ждал, пока он приземлится, чтобы стрельнуть ракет. В этом случае, я не знаю. Ну, то есть, есть подсебяшки, например. А так как там 2 ракеты влазят в конце, типа, можно подлететь пониже после рампы, кинуть подсебяшку, чуть-чуть хотя бы подлететь, ну, ладно, не чуть-чуть, типа, полную ржа сделать с этой подсебяшки и кинуть потом в стену, и все. Вот все твои проблемы решены. Как бы, конечно, тут, возможно, недостаток опыта, там, знаний, еще что-то, хотя прокс достаточно старый урок. Ну, ладно, в общем. 12-4, Пашка. СПБ. СПБ. Так, неплохие ракеты. От рампы хорошо. Себяшечка. Очень быстро, очень быстрый подъем. Здесь, опять же, слишком высоко. Ну, то есть, в этом случае нужно, как бы, угол свой просто регулировать. Если вы подлетаете слишком высоко, просто рокет выше поднимаете свой, чтобы ниже отстрелиться, и все. Это так и работает, ребят, держу в курсе. 19.0. Ансельмо. С моим конфигом старым. Кстати... Кстати, ребят, я забыл совсем сказать. Может быть, кто-то еще не знает, но... Я завел телеграм-канал. Ссылочка в описании. Заходите. Анонсики, всякие планы, разговорчики. В комментариях вроде бы активно там общаются. Очень хорошее прохождение. Заходите, буду рад всем. Телеграм, собственно, для этого и создался, чтобы поддерживать связь поплотнее вообще с коммунити, так сказать, со своим. Не то, что со своим. Ну, в смысле, ну, вы поняли. Со своими пацанами, которые смотрят обзоры, стримы смотрят. Вот это вот. Так, привет. Привет. Переда давно не видно. 19.8. Ой, 18.8. 19. Хороший отстрел от... От джампада там сверху был. Но это, конечно, не очень надежно, мне кажется. Да, хорошо. В принципе, чистенько. Но, как мы видим, надо еще секунду. Хорошее чистое прохождение. Я не знаю даже. Но тут, скорее всего, улучшать где? Наверное, со спейсингом ракет все улучшается. Силку-3 здесь в этом плане попроще. Спешка хорошо. И 200. Хорошие ракеты. Вот хороший спейсинг в конце почти. Как-то от рампы надо было, наверное, со скоростью немножко отстреливаться. Не просто падать вниз. Как это... Какашкой, так сказать. А немножко еще пострейфить. Так, ярд из US. Третье место. 18.3. Поздравляю, ярд. Кто бы ты ни был. Ярдс матч. Какие-то спички ярдовые. Ярдовые спички. Еще 400 спазмы. Хорошие отстрелы джампадов. Здесь спейсинг немного у него слишком близкий, мне казалось, кулдаун с ракетами. Финиш, конечно, не очень быстро. В целом, качество. В целом, качество. Вопросов нет. Поздравляю, ярд. Третье место. 17.8. Маска. Давайте посмотрим. Ундед Клан Про. Боже, смени уже маска. Сервер. Господи. Свэхоснейм. Давай. Так, с плазмой можно было бы и побыстрее. Ракеты хорошие. Отстрелы хорошие. Ранние отстрелы вниз тоже хорошо. Под себяшка и ракета. Отлично. Только ты все равно подлетел высоко с ракеты. Но, насколько я помню... В смысле, с рампы ты высоко подлетел. Насколько я помню, Маскали вообще там, типа, вот эти 17.8, кажется, отправил, типа, посреди недели. Типа, там, в среду условную отправляет. Надеюсь, на, типа, на топ-3 хватит. Вот так и не улучшил, видимо. Не знаю, мог бы и поулучшать. Мне кажется, вполне себе улучшабельно. Ну и 17.5. Сагитариус. Кто-то из Германии. Какой-нибудь Весп. Отстрел стены. Хорошая плазма. Вот 1600. Пожалуйста. Хорошие ракеты. В принципе, поздний отстрел. Но подлетел не очень высоко с рампы. Я не знаю, кто это. Идентифицировать не могу. Но! Я могу сказать, знаете что? По этой демке. Что вот так вот четко. Это, типа, человек знает, что он делает. Ну, типа, вот так вот четко на старте. Каждый раз перед каждой демочкой делать. То есть, ты идешь вбок. Останавливаешься. Вообще ничего не жмешь. Поворачиваешься. И потом только делаешь, типа, circle. Может, это, конечно, у него такая привычка. То есть, со стороны. Если смотреть, там, в скейле один. Выглядит, как будто он робот. Как будто бот какой-то. Да, типа, пошел. Потом, конечно, ничего не впечатляет. Кроме как исполнение. Но. Заодно еще раз посмотрим, да. Я могу сказать, что, скорее всего, это какой-то факе. Но, я думаю, многие и так поняли, что это факе. Но тут просто какие-то очевидные признаки. Вот эти, что человек, типа. Если у человека, например, свой какой-то стиль определенный. Он его пытается скрыть, чтобы его не раскрыли. Возможно, это просто кто-то переименовался. И вообще, в принципе, пофигу, кто это. Я не знаю, почему. А, я вспомнил, почему я завелся. Потому что маскаль, типа, такой. О, что за это? Сагитариус какой-то. Фейки. Ну, да, фейки, как бы. Старого игрока Сагитариуса. Я такого не знаю. Старый игрок вряд ли бы, наверное, так играл. Тем более, его никогда не было на варкапах. Не знаю, в общем. 24-6, САДД, снайпер. Поехали. Ну, плазму можно было бы и получше. Ракеты можно было бы и получше. Здесь позднее отстрел, но, в принципе, неплохо. После того, как... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А в целом, нужно запомнить некоторые правила. Снайпер, если ты это смотришь. Есть определенные правила. Говорим сейчас про отстрел после рампы. А в дефраге... Как бы нарисовать? Ну, ладно, не буду рисовать. Не буду долго размазывать. В общем-то, у тебя в дефраге, особенно с рампы, когда ты делаешь деблджап, ты получаешь, как бы, заранее определенную высоту, исходя из твоей скорости. И чем позже, как бы, у тебя есть вертикальная скорость вверх, да, которая падает, типа, которая уменьшается со временем, давай так скажем. С утра тяжеловато, конечно, формулировать. И твоя задача, когда у тебя такая вот ситуация, где у тебя есть вертикальная скорость, тебе надо дать себе еще больше вертикальной скорости, буст вертикальной скорости. Тебе надо сделать вот эту ракету или что-то, или начинать плазмить, там, еще что-то в самый ранний момент, в самый пик своей скорости вертикальной. А самый пик твоей вертикальной скорости происходит именно в момент деблджампа. Потому что быстрее всего ты летишь наверх в начале прыжка Поэтому тут понятно, что ты не специально так сделал Скорее всего, пока себя не очень хорошо чувствуешь в таких местах Не очень уверенно Но об этом нужно знать, об этом нужно помнить Особенно в первые свои, так сказать, первые свои 10 лет дефраги Нужно обязательно соблюдать правила и вырабатывать себе полезные привычки Которые в дальнейшем помогут просто поставить хороший тайм Если непонятно, что я сказал, прошу прощения, мне тоже не очень понятно Потому что я чмо, которое только проснулось Вот это все 22.6 радио Кала, давайте Идем дальше Неплохая плазма Неплохие, хорошие ракеты Правда, вот как-то вроде ЦПМ А вот опять же Поздняя ракета, да, на рампе То есть нужно стрелять В этом случае надо стрелять либо в рампу Делать типа руки-джамп с рампы Либо как-то, не знаю, ну не ждать, что ли, так долго Там к стене в целом сразу подлетаешь, поэтому даже не знаю 21.3 Рэйвен Ну тут, конечно, все медленно Неплохие ракеты Такой рокетранчик себе Рэйвен устроил Мог бы сделать 2х, но не стал Еще на финише потерял скорость Из-за того, что Сам себе притормозил с ракет Ну, бывает Так, Некропсай Терентий Некро встал бы 20 Или нет, или это не Некрос Не Некро Некрос, блин Это Некропсай Ладно, это другой человек С у него всего Ладно Майби, майби Так, ну, неплохие ракеты Вообще тут, особенно в ЦП В ИК-3 тут еще, в принципе, наверное Как-то по-другому Тайм, наверное, ощущается Но в ЦП Весь твой тайм Зависит от старта Вот сколько ты с ракетой выбьешь Как ты проплазмишь Такой тайм и будет Дальше главное не обосраться Потому что дальше у тебя Одни и те же скорости всегда Потому что джампады Типа у тебя Ты летишь вверх У тебя там 1200 Потом ты стреляешь У тебя там 1600, 1700 Потом ты стреляешь еще Если делаешь буст Об рампу И получаешь больше скорости У тебя ломается спейсинг Поэтому тебе надо просто стрелять И прыгать как можно раньше Ну, короче, там В ЦП Достаточно узкая тема В принципе, я думаю, что Рейн сделал Хороший старт Ну, посмотрим Может, я, конечно, что-то упустил Когда поигрывал 27, космонавт То есть, ну Это я к тому, что Чего Ты че там Космонавт юзаешь Это я к тому, что Желательно бы Вам всем Кто пока еще Не очень хорошо шарит Попытка буста Зачитала Зачитала Очень даже ничего Очень-очень хорошо Чистое прохождение Не знаю, что сказать Хорошее Ну, то есть Понятно Можно По механике Можно всегда Говорить Очень многое Потому что Все Слабенько Но Если вы хотите Напоминаю, кстати Что у нас все еще Открыта рубрика С подробным Обзором Демок Кому интересно Присылайте Пока в демо Версии Я делал Для тутса Даже на английском Есть Кстати Есть Полуторачасовой Видос Где мы Разбираем Его Демку Я ему давал Специально карту И он Разбирал Демку И я Разбирал Эту демку Полтора часа Мы там Говорили о том Ну мы в основном Говорим про роутинг А не про Технику Так что Если вас тоже Это интересует Пожалуйста Присылайте Какую демочку Я разберу Как нибудь Не знаю Только Если вдруг Вы пересылаете Напишите Вы хотите По механике Чтобы я вам Что-то подсказал Или по роутам Исходя из ваших сил Потому что Это разные Очень Это очень Разные Вещи О которых Нужно говорить Так Синтекс 19.7 А к чему я сказал А Короче Желательно Видеть Вот такие моменты На картах Что Например Вот эта карта Вся строится От старта То есть Здесь вот этот Ресет И все И у вас больше Нету вообще Гибкости Вообще На карте Больше нет гибкости Только старт Такие моменты Нужно вычислять И понимать Что Например Если у вас Плюс-минус Одинаково Получается Вся остальная Часть карты То нужно задуматься Над улучшением Старта Если вы понимаете Что карта Зависит вся от старта То есть Основной чиппоинт Это старт Не знаю Конечно В случае Вот Медиум игроков Я конечно Не знаю Мидл Игроков Не знаю Как у вас Это ощущается Точно Не знаю Но Понимание Такое должно быть Что вот Я делаю Быстрее старт И потом Если я Плюс-минус Одинаково Прохожу Получается Вот такой Вот тайм Ну в общем Ладно 19.3 Ганжа бой Киров Ганжа бой Таймскейл Репорт Не знаю Айтемки Не отвалидированы Кстати Поэтому Не могу Сказать Не очень Хороший Отстрел От рампы Джампада Че я тушный Да с утра Ребят Это я заговорился Конечно И мысль свою Так и не донес 15.3 Ну неплохо Неплохо Кузлех Кузлех Здравствуйте Кузлех Сытывкар Спасибо за 200 рублей Кузлех Очень приятно Спасибо большое За поддержку Также Кто желает Поддержать Ссылка в описании Ребят Копеечку Если хотите Будет Очень приятно Хорошие ракеты Между прочим Очень даже Качественно Ну Надо Стремиться Ну мы с Кузлехом Уже давно Просто работаем Так сказать Обрабатываем его Как до фракера Надо Стремиться Использовать Ракеты Кузлех Использовать Стены Ракеты Ясное дело Надо Надо стремиться К использованию Стен Я понимаю Что Возможно У тебя Это получается Не очень хорошо Но нужно Себя заставлять Дефраг Это не развлечение Дефраг Это Мучение На протяжении Пяти лет Потом Может быть Ты будешь Наслаждаться И развлекаться Это Всем Ко всем Кстати сейчас Относится Вообще Принцип Типа Вот у Кузлеха Плохо Например Отстрелы От Стен Ну Нужно Страдать Нужно Жертвовать Своим Таймом То есть Понятно Что Допустим Если ты не будешь Стрелять От стен Ты сделаешь Что быстрее Тайм Улучш Свой Но Нужно Себя Заставлять И жертвовать Чем-то Чтобы Потом Как бы Ты Чувствовал себя Более уверенно Со стрелами От стен И Это я К чему А Ну В общем Ты Пока Не начнешь Делать Ты Не научишься От того Что ты Больше Играешь Но Не Практикуешь Что-то У тебя Это Само По себе Практиковаться Практиковаться Не будет Так Хэппи Сибири 17.6 Поехали Я Очень Душный Стал Так Хэппи Гришка Я Помню Я Помню Это Надо Зайти Надо Посмотреть Что Молодой Человек Стримит Надеюсь Там Не СМР Какой Нибудь Здесь Не Очень Понятный На самом Деле Спейсинг С Ракет Выбран Потому Что Можно Поэффективнее В Этих Как бы В тоннелях Лучше Всего Смотреть На Эффективность Не Просто Спамить Вот Как Хэппи А Смотреть Именно На Эффективность Как Расположить Вот Эти Туннели Вверх Вниз Они Ничем Не Отличаются От Обычных Туннелей Там Горизонтальных Это Все Так же Надо Роутить И Все Так же Пытаться Расположить Ракеты Более Эффективным Способом Так 17-4 Кипиш Хочу Пить А Ладно Ребят Сорян Душный Я Сам Я Сам Себя Уже Нет Я Чего Кушать Хочу Позавтракать Так Хорошая Скорость Хороший Даблджам С ракетой Вот Например Пример Хорошего Расположения Ракет В принципе Хэппи Мог бы Так же Сделать И Перебил бы Кипиша Может быть Как Как Знать Ну Хэппи Вроде Получше Оказалось Так 17-1 Прокс Из С С С С С С С С Неплохие Ракеты Плазма Конечно Была Не Очень Ракеты В Туннеле Вообще Забей Тупо Потерялись Нету Там Считай Ракет Очень Очень Плохо Туннель Взял Крузил Хэллоу 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 Так Ну здесь Лишний прыжок Кстати Да Что-то Я забыл Акцентировать Вообще На старте Внимание Неплохие Ракеты И Здесь Хорошо Хороший Отстрел Ну Мог бы Получше Но В целом Нормально 16-9 Почетно Well done Крузил Well done Так Кошаков А вот Там был Котяра А тут Кошаков Так Undead Clam Pro Сервер Это конечно Да Нет больше Такого Сайта Берите Уже У себя Из Названия Это Выглядит Как Беспонтовая Реклама Какая-то Напишите Undead Типа Чё вы Чё вы Как эти Там В натуре Сидите В своих 2005 Напишите Undead Просто Да и Всё Сервер Каждый Себе Свой Напиши Какой Хочешь Вот Кошаков Напиши Сервер Блядь Лоток Всё Чё проблема Космонавт Напиши Ебать МКС Ебать Сервер Снайпер Пиши Кусты Всё Изи Чё вам Этот Undead Clam Pro Какой-то Там Сайт Которого Тысячу лет Уже нет Ну это Так Это Это я шучу Если что Так Immortal 16.8 Так Смотрим Старт Приджампа Нету Пока Никого Вроде Приджампа Не было Ракета Отпола Плазма Плюс-минус Хорошая Кстати Ракеты Неплохие Добржам Хороший Отстрел Хороший РГБ Не делал В целом Быстро Очень хорошо Только вот Минус Что ракету Надо От стены Первую От стены Эфиот 28 Так Приджамп Пошёл Пошёл Так Вот он Просто Переземлился Из на втором прыжке 1200 И здесь Должно быть 1600 Допустим Хорошие отстрелы Вот Например Эфиоп Наверное Если он Смотрит Он Наверное Чётко Понимает О чём Я говорил Про то Что Карта Зависит От старта Ну что Ну что Ты основной Плюс Выбиваешь На старте Потом Ты его Просто Стараешься Не просрать Пытаешься Его Нарастить В течение Карты Потому что Ты каждый Своё движение Дальше Будешь делать Чуть-чуть Раньше И у тебя Будет Чуть-чуть Тайм Улучшаться Так Ладно Карпиус На фрейм Перебил Эфиопа Надо было Эфиопа Постараться Получше Конечно На фрейм Тоже Переджампа Нету Зато Отстрел От ракет Отстрел От стены Плазма Не очень Быстрая У Эфиопа Конечно Старт Гораздо Лучше Ну А Ну Здесь Здесь Финиш Быстрее Я понял Ну да Логично В целом Чисто На финише Карпиус Выжил Против Эфиопа Так Ну Ничего страшного Расстраиваться Вообще Не стоит Надеюсь Никто Здесь Не расстраивается Все Веселятся Так Эффект Антон Кто Кто И Вич 16 4 Поехали Без Приджампа Ну и правильно Ну Блин Этот Приджамп Это вообще Какое-то Чмо А не Приджамп Вот была бы Карта без Приджампа Было бы Гораздо Лучше Хорошие Хорошие отстрелы Все в порядке Антон Молодец Антон Всегда радует Иногда Не радует Но Когда Не радует Видно Что Он И не Играл Как Видно Что Он И не Старался Так Москаль Москаль Убери Антон Приджамп Так С Приджамп От Центра Отстреливался 1650 А вот Кстати Это Вот Сейчас Мы Про Это Еще раз Мы Когда-то Говорили Но Еще раз Поговорим От Себя Отлично Отлично Молодец Итак Я не знаю Сделает ли Там Кто-то Еще Но Не будем Рисковать Потому Что Я могу Забыть Так Смотрим На Что Мы Хотим Здесь Обратить Внимание Во-первых На то Что Москаль Старался Плохо Мы Видим Что С Плазмой Мало Скорости С Ракетой Мало Скорости И Вот Здесь Москаль Переключается На Перчатку Почему Он Это Делает Потому Что Когда Ему Дают Рокет Он Мгновенно С Него Стреляет Мгновенно Потому Что Перчатка Она Как Стреляет Типа Раз В Фрейм Ну Условно Я не знаю Какой У нее Файер Рейд У Перчатки Но Она Типа Условно Стреляет Всегда Типа Без Какого-то Кулдауна То есть У Машингана Там Ту-ту-ту-ту-ту Да У Плазмы Кулдаун У Ракеты У всего Кулдаун А у Перчатки Кулдауна Нет И в этом Случае Например Это Очень Эффективно И это Очень Классно Что Маскаль Пока что Единственный Вот это Сделал Долетаете До триггера Где вам дают Гранату Плазму Ракету Все что угодно Переключаетесь На Перчатку И просто Жмете ЛКМ И все И у вас Мгновенно Произойдет Выстрел Но в этом Случае Естественно Вам нужно Понимать Что Как бы Нужно И заранее Целиться А так Да Вот Это Очень Классный Пример Очень Хорошо Что Маскаль Именно Так Сделал Так Пузефер 15.5 Полю Ее Стране Руков Ну Вот И все Так Тоже Приджамп Прям Без Доблджампа Отстрелился От пола Плохо Скорости Мало Буст Доблджамп Не слишком Четкий Из-за Того Что Буст Потому Что Спейсинг Ломается Ну И 15.5 Красиво Красиво Так Начас Зафреймил Пузо Кстати Третье место Пуз Поздравляю Хотя Это по факту Два вторых Типа Маскаль Третий Но Маскаля Я не поздравляю Потому что Он старался Плохо Его даже Начас Перебил Поэтому Как бы Маскаль Может Говорить В свое Управдание Все что Угодно Но Но Буллит Я не перестану В общем Фрейм Фрейм В Фрейм Вот АВ Клан Про ТТ Я понимаю Вот этот Троллинг Вот это Весело Такого сайта Не было Никогда Не будет Скорее Но есть Мбед Клан Про А есть АВ Клан Про Очень Хорошие Ракеты Опа Ха-ха Маскаль Где САК 15 Вот Я даже Начас Буллит Маскаль До чего Ты докатился Маскаль Старайся Лучше Ну и первое Место Рейм Давайте Посмотрим Нет Тоже Значит Так Дел Тысяча Да Да Ну вот И все Интересные Ракеты Интересные Так Давайте Разберем Подробнее В общем-то Приджамп Очень Хороший Отстрел Здесь 1270 Это Очень Хорошо И Вот Это Вот Играет Основную Роль Потому Что Потом Если Я Там Среднем Получал 1700 Например То Он Здесь Получает 1770 Он Уже Меня Здесь Перегнал И Все И Дальше Только Наращивание Идет Здесь Тоже Интересный Рокет С Краучем Я Так Понял Да Чтобы Подлететь Чтобы Во-первых Был Более Четкий Рокет Потому Что 1250 Здесь От стены Почти Не Выбить Это В принципе Очень Хорошее Решение Я Его Поддерживаю Наверное Если бы Я Тоже Если бы Я Всю Неделю Играл Наверное Я бы Тоже До Догнал Но Наверное Мне Было Лень Очень Хорошая Как Ну Я Камень В Огород Тарзана Не Кидаю Но Я Уверен Что Мы Оба В Принципе Достаточно Хорошо Играем Не Знаю Какой Тарзан Сколько Топ На ДФВЦ Конечно Из-за Этого Из-за Того Что Был Крауч Вот Там Выстрел Видите Да Слева Из-за Того Что Был Крауч И Отстрел Он Летел Чуть Чуть Выше Траектория Выше Полета Из-за Этого Когда Он Делает Здесь Следующую Ракету Он На Рампу Приземляется И у Него 1900 Здесь Следующая Ракета 2400 И Получается Что Здесь Типа Не 2600 Как Обычно А 2800 То есть Тут Еще Наращивание Идет Ну И Финиш Достаточно Хороший Тут Буст Не Нужен Абсолютно Я Согласен Очень Даже Клево Ну Давайте Еще В полном Так Сать Этому На Полной Скорости Насладимся Раз У нас 40 минут Всего Еще Еще По разочку Посмотрим Топовые Демки Не Зная Кто Сагитариус Лучник Получается Очень Хорошее Прохождение Ну Тут Походу Тут Еще Максити Макси Тут Можно Изменить Приджамп Можно Сделать Еще Чуть Чуть Побыстрее Старт Ну И Сап 15 В любом Случа Мне кажется Можно То есть Там Определенный Дилей Например После Второго Джампада Есть Его Тоже Можно Вычеркнуть Не Прохождение Прохождение Очень Хорошее Очень Хорошее Прохождение Молодец Итак Переходим В браузер Браузер Так Сейчас У нас Идет 381 Три дня До конца Записываю Значит Я Когда Это Записываю 17 Вот Такие Вот У нас Результаты 21 МК ЦП 18 Вк3 Пока Что У нас Кстати Лидеры Рейтинга ЦП У нас Кто Драконикс Драконикс И Маскаль Не знаю Будет Следующий Сезон Наверное Надо Поиграть Я бы В ВК3 Наверное Поиграл Потому что ЦПМ Скучно Что-то Под ЦПМ Почти все Карты Уже Играны Все Что Здесь Было Все Это Играны Тысячу Раз Поэтому ЦПМ Неинтересно Ну В общем Это Следующая Карта А Ну Все Молодцы В общем Никому Не дам Приз За оригинальность В принципе Маскаль Сделал Вот Этот Отличный Мув С Перчаткой Но Как Показывает Рейн Этот Мув С Перчаткой Абсолютно Не нужен Потому что Ты Ждешь Рампу Как бы Там Это Не особо Важно Не решает Эта Перчатка Но Я бы Дал Приз За оригинальность Но Это Не очень Оригинально В целом Так что Давай Маскаль Не плачь Потом Позвони В Службу Психологической Поддержки И все Будет Хорошо Undead 0.12 В общем-то Карта Карта Неплохая Да Сделал Андрей Давайте Посмотрим Таймы Че у нас тут Первое место Гопер Одиннадцатого Года Тайм Между прочим А в Кутри Роман Неплохо Даже Декса Перебили Даже На секунду Ну там Скорее Или ТР Наверное Да Или Че Типа Того Карта Старая Тут конечно Секунда Это очень Так Сразу Вызывает Подозрение Что там Происходит Ну плазма Ракета В общем-то Всем удачи Пишут что На запах Не очень Камполомус Уже поел Есть какой-то Оп Про который Кузлех не знал Оп Не показывает У Кузлеха О Дробь Написал А там Еще и Есть Есть Ну ладно В общем Ладно Все ребят Всем спасибо Напоминаю Что у меня Есть Телеграм Теперь Где Всякие Анонсики Мы там Общаемся Всякие Планы Например Вот я Там Вчера Ребят Поставил В известность Что сегодня Вечером Стрим Скорее всего И будет Обзор По поводу Стрима Не знаю Еще Как Рабочий День Пройдет Но По поводу Обзора Вот он Собственно Завершается Все Подписывайтесь Буду Очень Рад Ну и Кто желает Поддержать Еще раз Спасибо Кузлеху За 200 Рублей Очень Приятно Купил Вчера Себе На эти 200 Рублей Купил Вчера Себе Хлеб Очень Было Вкусно Кузлех Спасибо Все Всем Удачи Всем Пока